На сегодняшний день существует два этапа диспансеризации. То есть первый этап диспансеризации, второй этап диспансеризации. Первый этап предразумевает, прежде всего, это анкетирование и минимальный объем исследования. Это осмотр терапевта, измерение артериального давления, измерение в определенной группе внутриглазного давления, измерение артериального давления и, самое главное, осмотр первичный, который позволяет выявить продромы заболевания. Либо насторожить врача в развитии парадрома какого-либо заболевания и перенаправить пациента уже на второй этап обследования, где наиболее полноценные – это ультразвуковая диагностика, в том числе и сосуды. Это лучевые методы исследования, в том числе и рентгенография, и при необходимости компьютерная томография. Это, прежде всего, исследование молочных желез у женщин с определенного возраста. Почему? Потому что, к сожалению, вопрос онкологических заболеваний в репродуктивном периоде у женщины стоит очень остро, и в нашем районе это молочная железа, а у мужчин, соответственно, предстательная железа. Поэтому еще раз обращаю внимание, вовремя проведенная диспансеризация позволит на более ранних этапах выявить заболевание человека. И своевременно использует методы определенной терапии для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие при необходимости и хирургическое лечение. Несмотря на то, что у нас существует определенный проблемный вопрос с кадровым составом учреждения, особенно это проблемный вопрос с участковыми врачами, все равно диспансеризацию мы проводим и будем проводить. Но сейчас пока у нас до декабря месяца мы должны максимально людей осмотреть для того, чтобы выйти либо на второй этап диспансеризации, его завершить уже в этом году, либо ограничиться первым этапом, если у пациентов нет значимых заболеваний, они практически здоровы. Продолжение следует...